Добрейшего времени суток, дамы и господа, с вами снова Анак, и данное видео будет очередным разбором. Сегодня у нас в меню Сомбра и рейтинг Мастер 5. Начинаем катку на Котхе, Бусан, нас эта карта вполне устраивает, на команду мы на Сомбре супер сильно не смотрим, не завязаны. На что обращаем внимание? На количество дайверов, которые у нас есть. Потому что именно с ними мы будем запрыгивать в толпу, будем пытаться работать по бэквайну, может быть местами у нас есть дива из напарников, которые может быть иногда будут с нами в связке помогать. Но все равно большинство времени Сомбра играет довольно эгоистично и по сути мы рассчитываем в первую очередь только на себя. Что ж, выходим на Бусане. Что хочется сделать вначале Бусана на Сомбре? Первое, что мы обычно делаем, да, мы обычно идем на этом этапе карты на левый фланг и собираем информацию о противнике. Дефолт успеть хакнуть Мигу до выхода оппонента. Мы выдвигаемся, сразу видим Тресу. Против Тресы какое действие? Треса это персонаж, который легко сбивает нам хак буквально одним вот уроном, одной пулькой, одним патроном. То есть для нее это очень изи. Поэтому против Тресы дефолт всегда простой. Мы всегда хотим захватить Мигу при дуэли с Тресой. Без Миги Сомбра проигрывает дуэль Тресе в 90% случаев. То есть ты должен это понимать. Поэтому Мига обязательно, аптека Минька обязательно, хоть что-то. Но нам нужен источник ХП, потому что у нее есть рекол, который ее регенит на фул ХП, а у нас его нету. То есть нам просто не хватит обоймы, нам не хватит времени на дуэли. Поэтому здесь простой дефолт с помощью вот этой стены отрезать оппонента от себя. Мы просто становимся вот сюда чуть правее и хакаем Мигу. Это всегда дефолтное действие против Тресы, если мы пересекаемся с ней на фланге на любой мапе. То есть ты должен захватить аптечку. Без аптечки вообще не получится драться. По итогу мы выходим вот так вот глубоковато, играем довольно агрессивно с оппонентом. И что получаем? Получаем ситуацию, где у нас нету Миги. Она тебе не даст. Ты уже проспал момент. Единственный момент, зазор хороший, где можно хакнуть эту Мигу бесплатно практически, это вот до того, как Треса тебя увидела. Если она тебя уже увидела и про тебя она знает, то будет очень тяжело. Она будет всегда тебя контролировать, легко тебе сбивать хак. Я про это уже сказал. И вот здесь видишь, то есть ты вот даже сейчас оказался в ситуации, где Треса на некоторых мапах будет тебя просто убивать. То есть вот ты сейчас мертв. Тебя спасает только тот факт, что Дива пришла сюда, встала с тобой, помогает тебе играть. Но такого не будет постоянно. То есть это чудо просто, да, то что у нас появляется бонусный спейс и мы можем отойти, можем себе позволить просто куда-нибудь убежать. А так-то, конечно, мы бы здесь погибали. Из-за того, что ты не хакаешь Мигу, Диве тоже трудно, видишь, она здесь, то есть, ну, топчется с пол хп, так бы она была фловая. Ну и по итогу бабушка оппонента очень сильно подставляется, реально правильный фокус, хорошая цель. Оказалось совсем одна, когда остальные убежали на точку. Ну, а Треса, разумеется, фланг против Дивы не держит никак. Что ж, отличная вэлью, по итогу убиваем двоих. После этого хочется сжать банально W в любую цель. Можно падать, можно не спешить было падать от работы с хайграунда, да. То есть, видишь, тебе приходится вернуться на хг, поэтому, в принципе, здесь поломать вот эти бортики, постоять, постоять сверху вниз. На самом бре никогда не брезгуем. Хак Кирика поле чем пойдет, оппонентов всего два, второго саппорта нету, Кирика очень трудно. Ну, транслокатор чутка поспешный, в идеале было, да, транслокатор просто на взлет, наверх, куда-нибудь, на любое пространство подлететь. Сбросить с себя агро. В потолок имеем маленький шанс умереть тоже, да, заря бы могла впиться, нажать W и добить тебя, ну, просто упороться перед смертью. Что ж, хорошо разыграны файт по итогу, начало было очень плохое, ключевая ошибка это в аптеке, 100%, аптеку ты обязан был захватить, только тогда ты можешь дуэлиться с Тресой. Аптека все еще не захвачена, кстати, я рекомендую это сделать, потому что Треса была на фланге, она может снова прийти на фланг. Попытка выйти здесь в топ не принесет большого успеха, Дива уже занимает ХГ, и мне по этой причине здесь ХГ не нравится. Вообще, этот вот ХГ, он очень хорошо обыгрывается с Сомброй, ты прав. И после добавления такого транслокатора и последнего реворка Сомбры, она очень сильно отрыгивает хайграунды и постоянно по ним прыгает. Это позволяет оппонентов байзить, а билки отдавать тоже на ХГ за тобой лезть. Это позволяет нам сбрасывать хвост, ту же Тресу, например, да, она не может подняться на ХГ. И, в принципе, дэмэдж сверху вниз очень сильно противника напрягает. Удобные позиции, все преимущества хайграунда. Но когда здесь Дива, ну, как будто бы слишком много просто народу, слишком много сюда будет пространства и ресурсов оппонента вливаться. Выход в Зарю ужасный, дружище, вот здесь вот ты банально просто поспешил. Вышел хорошо, ХГ оставил, все у тебя окей, ну, зачем нападать на Зарю, которая является одним из лучших твоих контрпиков, да, то есть ты ничего и не делаешь. Вирус 0 дэмэджа, максимум можешь развести на бабу, и при этом в упоре Заря тебя вот так вот выжигает, и она чуть-чуть не убила, да, то есть только что. У тебя есть куча других прикольных целей, по которым можно играть. Да, эта композиция не лучшая оппонента, там есть и ваншот, и Кирика в пике имеется, но есть бабка, есть Треса, с которым мы можем дуэлиться где-то местами. Хоть тоже и не лучшая цель, но Заря здесь одна из худших, поэтому просто от обратного надо стараться играть поменьше. Так, ну просто транслокатор на стику, да, отлично, ну здесь вот ты хорошо все сделал, транслокатор он классно ушел направо, никого нету справа фланга. Единственное, что я бы после этого не бежал бы по центру мапы налево, оставайся справа и долбей оппонента в бочину. Разверни, сделай угол, на Сомбре брать углы, это вообще задача офигенная и очень-очень профитная. Вот, сзади вышли, напрягаем, очень хорошо тоже, да. Быть прям вот во фронте, знаешь, не очень здорово. Играть в Сомбре по фронту, решение адекватное, формишь очень много, играть можно и по фронту, и по бэку. Сомбра очень гибкая сейчас в текущих реалиях, и танка она фармить тоже может. Но не прям в лобовую, вот, из точки, где стоит твоя дива, понимаешь, что ты хоть немножко, хоть на 30 градусов возьми угол. Это вот, этот жет напрягает оппонента очень сильно. Ну что, у нас готово ЕМП, здесь дефолт простой, смотри, по ЕМПхе мы сразу чекаем, что мы канцелим. Если мы не отменяем ни одну ульту противника, то дефолт простой, за ЕМП убить хотя бы одного сквиша. Здесь самые вкусные цели это саппорты, и начинать стоит именно с них, потому что только их ты можешь убить. Ну, любого ДПСа будут лечить, треса мобильная, зря очень толстая. Поэтому, здесь дефолт я бы ставил такой, типа дать Ешку вирусам в любого саппа из двух, и сразу после этого ЕМП пытаться его кремом убить. Как правило, этого хватает, если вирус попал, цель умирает очень быстро. Очередность тоже очевидна почему такая, сначала вирус, потом ЕМП, потому что вирусам попасть намного сложнее, ЕМП, а у Ешки нацелиться не нужно. Ну, а у Сомбры, как я уже рассказывал в предыдущих разборах, да, как ты уже знаешь наверняка, потому что ты опытный из мастера игрок, есть две фазы. Первая, когда оппонент про тебя не знает, и вторая, когда оппонент про тебя знает. Короче говоря, здесь нужно дать вирус ЕМП, после этого у Кэма надо есть любого сквиша. В идеале Кирика бабка тоже подходит. Ну, то есть три секунды хватает, чтобы съесть, поэтому можно и бабку бить, Суза там не будет. Вот, смотрим. Ну, очень топорно и прям в лицо, и, к сожалению, не в правильный порядок. То есть, попадем ли мы теперь вирусом? Все сводится именно к этому, дружище. Конечно, промах. Конечно, промах, потому что что-то сделал, ты заорал. Я здесь, я сейчас буду давать тебе вирус. И все оппоненты начали бешено стрейфиться. Ну, из-за докидки еще ультов от команды получается всех убить, конечно, но момент был по таймингу правильный. Идея верная, реализация сильно хромает. Я бы сделал совсем иначе. Я бы дал с ХГшки вирус в бабушку, сразу после этого ЕМП убил бабку. Вот такой бутафолт. После этого уже будь что будет. Что ж, выходим в ресет, да, в новый для оппонента. У них куча экономики, я думаю, ты это предполагаешь, потому что они ничего не жали. В ЕМП невозможно нажиматься в трейд. Отлично. Реализация сразу после этого я бы давал ТП. Даже еще вот при фаером, скажу в какой момент, давай отмотаю, вот что происходит. Выходим, вирус идеально, ЛКМ еще идеально. Она развернулась в два банка. Вот сразу в этот момент уже хочется телепортироваться, потому что что? У нее следующая билка это Слип. И она сейчас будет сразу ее давать. Она ждать не может. Ей некуда ждать. Ну, буквально вот полсекунды ты можешь еще. Вместо вот этого дротика ЛКМ от бабки должен был лететь Слип. Я не знаю, почему он здесь кидает ЛКМчик в тебя, да? Она тебя спокойно убивает. Ты был глубоко в толпе ее тиммейтов. Окей, мы вышли. Да, полечиться забыли немного. Нормально. Исправились. Ну и теперь просто в бочину долбим любые торги. Если что, ТП наверх. На ХГшку. План простой. Ну, почти, почти не поспешишь, да? Второй. Обращай внимание, второй транслокатор, на котором ты спешишь. Частая ошибка у Сомбра-плееров. У меня у самого это очень часто все еще бывает. Даже спустя вот я уже два месяца играю на Сомбре. Иногда бывает я завтыкиваю и спешу с транслокатором. Маленький дефолт. Чуть-чуть ждать. Полсекунды. Давай себе в мозгу, вот в виде себе дефолт, что я должен подождать полсекунды на ТП. Никогда, почти, что нету настолько острой необходимости, чтобы тэпаться фликом. Бывает, приходится, но не здесь. Здесь не было. Ты уже убил Кирика, оппонент уже в полном крахе. Даже если бы бабка тебя слипнула и убила в худшем, твоя команда все еще норм. Да, при этом, давая такой телепорт, ты себя очень сильно подставляешь. И, ну, реально, то есть путь в один конец будет в половине ситуации. Уважать с транслокатором категорически не рекомендуется. Хорошо, первый стоишь наш, друзья, отлично. Так, мы начинаем второй этап Бусана, и наш игрок бежит налево. Это стопроцентный косяк. Объясняю почему. Все команды по дефолту выходят на правую сторону карты, если смотреть с этой стороны. Там, где находится большая мига, там, где закрытая комната. Ну, вот процентов 80-90 точно у людей кабанится справа. Если ты достоверно не знаешь, что у них будет вдова, которая будет стоять слева, то тебе идти налево вообще бесполезно. Ты потратишь уйму времени, не захватишь мигу справа, которая бывает обыгрывается в этих близких файтах, и, в общем-то, не сможешь копиться лишний секунд 10, потому что ты просто бегун. Бегун, 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 бегун. Вот. И, в общем-то, даже если ты пойдешь налево, да, то есть если там тоже будет какая-то вдова, не факт, что ты получишь с нее вэлю. Ошибка сразу же здесь, ты никогда в жизни не успеешь убить Мерсио, если будешь сначала ее хакать. Да, иногда можно вырубать обилку Мерсио, но не здесь. Ты находишься глубоко слева на фланге, и Мерсио играет в связке. Ей не на кого улетать, во-первых, ты должен здесь об этом думать. Во-вторых, ты должен нападать на нее точно с вируса, потому что даже если она полетит, ты успеешь ей засадить 100 дэмэджа. Тут логика просто такая. Если ты ее будешь хакать, она банально забежит за поворот и спрячется за своего покет-дпеса. Вот и все. Но она просто делает два шага вперед, и тебя долбит Ашан. Что ты будешь делать? Вопрос. Ты просто выйдешь из цикла. Ну, тем более, да, то есть как всегда у нас это... То есть я игнорирую полностью тот факт, что ты промажешь вирусом, потому что ты тратишь первую фазу на хак. Это очень плохо. Сырганно здесь можно было бесплатно убить Мерсио, и, разумеется, покет-связка всегда ее задефает, если ты будешь ее хакать. Хакать Мерсио стоит, когда она одна, когда она не под покетом, может быть, с танком каким-то, может быть, со вторым сапиком, и пытается быстро улететь куда-нибудь далеко. Когда у нее реально хорошая цель для улета есть. Если ты аргументы к этому видишь, понимаешь, просто так в тупую не стоит, не стоит. Эту Мерсио можно было убить. Ну, скорее всего, тебе бы не хватило, конечно, времени, потому что Аша тебе сразу хэд поставила, в любом случае, да. Но ты попал бы в вирус, снял бы ей очень много хп, может быть, сдохл бы, может быть, разменялся бы, ну, шанс был. Окей, выходим в новый флайт, ищем цель. Заря это не цель, хочется взять угла сразу же, здесь мы не можем помейнуть ничего сделать. Из-за того, что ты подходишь в упор, тебя выбивает Заря из инвиза, и ты тратишь обилку в никуда, на эскейп. Ну, вдова сладкая, да. На вдову точно нападаем, доедаем, хорошо, все круто. Нормально, работа по море более чем. Оп, Мерсио теперь цель номер один, Мерсио вернулась без хака, просто дай ей вирусы, убей ее. Зачем ты хочешь ее хакать? Зачем тебе этот хак по Мерсио? Вот, просто вирусы дамагают, вот. Смотри, смотри, как она умирает, посмотри, просто обрати внимание, насколько отличается выход открытия в Мерсио и с помощью хака и вируса. Ты сразу ей снимаешь процентов 70 хп, сразу, просто вот, за первые 2 секунды. И в этом добить уже дело техники. Продолжаем бой, вернулась вдова, мы это видим сразу же после цикла транслокатора, на нее нужно будет выйти, фронт мы здесь не пробиваем. Я бы уходил налево транслокатором, это ошибка. Ситуация какова с Мерсио, у тебя убили тиммейта, только что, ты убивал до этого Мерсио. То есть ситуация, ну, примерно 4 в 4. И тебе срочно нужно получить преимущество. Если ты уходишь направо и пытаешься разыгрывать Зарю и Мойру, это очень трудная цель, их очень тяжело убить. Ты просто дождешься того, что Мерсио вернется. А она вернется раньше, и она намного больше value даст, чем вдова мертвая даже, которая вернется в перспективе. Ну, то есть тебе нужно продолжать получать пики. Самое адекватное было бы уйти налево, транслокатором выйти в спину, напрячь вдову. Либо убить, либо отвлечь. Все. Ну, самый просто потенциальный килл. Выходим на Мойру. Хорошее сбивание ульты, сбите ульты, не знаю. Повезло, просчитано. Value отличная получается, и трясу на себя забираем. Без аптеки трясу не задуэлишь, поэтому... Трясу очень осторожно, без хака миги. Прикольно розыгрыш с трясой. Да, не убиваем, но реколим, нормально. Это стандартная ситуация в дуэли против трясы на Сомбре. Мы ее никогда быстро не убиваем. И по итогу команда выигрывает точку, нормально. Хорошо разыгрался файт. У нас получилось случайным образом нести гиг-вэлю по морю. Ну, либо не случайно, либо просчитано на 300 IQ. Move. И выходим в новый файт. С помощью EMP мы уже должны обращать внимание, что мы будем канцелить. Нам особо нечего канцелить. Мойру мы сбивали. Остальных ультимейтов у них нет. Поэтому дефолт убить либо Мойру, либо Кирика за EMP. Вдова плохая вэлю за EMP. Вдову убиваем без EMP, поэтому я бы здесь пытался саппорта за 3 секунды убить. Но здесь странная агрессия в Зарю, да. То есть какой цель ты атакуешь в Зарю? У них живые, живые вся команда живая. Кирика здесь, как будто бы Заря неубиваемая. Ну, получается ее додавить. Я не знаю, почему Кирика АФК. По-хорошему здесь нужно было что сделать? Выждать. Попытаться найти цель, которую можно убить. Заря просто очень невкусный фрон. Шанс, что она сдохнет, очень маленький. В идеале выйти во вдову. Либо выйти с EMP, которое докопим в любого саппика. Убить саппика. Дуэль с Атрисой нас устраивает, разумеется. Нас больше. То есть любая дуэль прямо сейчас это преимущество. Можно спокойно их брать. Ждем новый файт. Дефолт такой же. Я бы здесь разрыгивал в любого сквиша с помощью EMP. Сначала Вирус, потом EMP. Разумеется. Траванулись, не страшно. Просто подвыйти. Я подвышил бы сразу после мины. Сразу после любого дота по тебе. Трансвокатор назад наверх. И выйти. Да, нормальный выход. К несчастью в Зарю. Но команда все у нас сдохла, поэтому не страшно. В этом бою у нас упал танк. Без танка мы не даем EMP ни в коем случае. Вообще EMP ультимейт сейчас такой, который крайне желательно давать только со всей живой командой. Потому что даже любого ультимейта может не хватить по дэмиджу. Тем более он с командой играет Дова. Тем более играет Лайфевер. То есть надеяться вообще почти не на кого. Зиньята изоляют. Единственный персонаж урона в нашей команде. Ну смотри, трассер вдовы прям по мейну. Здесь до сдачи EMP очень хочется пойти убить вдову. Ну прям очень. Это твоя работа. Это твоя бесплатная причем работа. Это очень слабый фраг. Поэтому я бы здесь не спешил с EMP. Ну нету острой необходимости спешить с EMP. Да, какая острая необходимость. Прям почему именно сейчас. И снова у нас EMP вирус. Пойдет такой порядок в этой ситуации на самом деле. Но как будто очень поспешно. Ну норм. Сработала конечно норм. Да, в принципе оно скорее всего бы так и случилось. Потому что саппорта оба подставились под EMP. Два саппорта в EMP это почти гарантированно убийство одного из них. Там процентов 95 убить. Ну то есть невозможно не убить. Ну я бы сыграл чуть более филигранно. У нас просто результат хороший. У процентов оппонента маленький. Как бы у них ульты на подходе. Мы точно знаем, что они не сдавали давно часть ультимейтов. Мы потому что много чего не видели в этой катке. Вот появляется вижн. Ну вижн просто чилим. Да, ждем. Ультанула Мора, которую можно было бы сбить EMP в теории. Да, да, со вторую. Да, то есть разыграл бы эту прошлую файт во вдову. Пошел, повергал бы. Может быть Мора докопил бы. Может быть канцельнули бы ее. Можно было предполагать в принципе. Узарю хакать бесполезно. Здесь я просто бы ее дамажил. Ты потерял одну секунду на самом-то деле. Она легко это бабом диспельнет. Да, удову оппонента не пикаем. Наша рухает. Очень тяжело будет выиграть. Оппонент ставит жирнейшую Кирико ульту. Снова попытка хака вот в никуда. Зачем ты их хакаешь? Вот задай себе вопрос. Ты же не убьешь здесь цель. Они на Кирико ультимейте два саппорта живых. Ну, неубиваемые. Пусть просто дамаж. Просто копи ульту. Верни себе какой-то процент ультимейта. И вернись в следующем бою более сильным. Все еще комфортная композиция. Оппоненты хорошо сдали экономику. У них почти ничего не осталось. Мы об этом точно знаем. Оба саппа ультовали. Вдова ультовала. То есть, как минимум три ульты мы видели только что сами. У нас план простой. Выйти убить вдову. Это бесплатный килл. После этого на большинстве... Ага, друзья. Большинства не будет. У нас ливнул тиммейт. Ну, в таком случае убить вдову, чтобы сыграть на равных. Нормально. Вернулся тиммейт. А что ты ждешь? Что ты ждешь? Беги, обходи вдову. Это карта для вдовы. Она не самая лучшая. И вдову спокойно можно обойти сзади. Бежим, бежим. Мы не стесняемся. Когда на сомбре вдова есть, мы можем обходить сзади. И нужно это делать. Вдова хорошая цель. Очень сладкая. Вон ее пинганули. Ну все. Просто подойти в упор. Без вируса. ЛКМ в упор убивает вдову меньше, чем за десятую долю секунды. Без вируса только. Нет, ошибка. Здесь вдова умирает и так, и так. Из-за того, что... Вот... Ей бы не успели дать бабл. Если бы ты не дал вирус, ей бы не успели бабл дождать. Возможно, обезьяна еще помешала, конечно. Ты бы убил и сам. Обезьяна сагрила просто за рю, развернулся и дать бабл. Но вдову, которая стоит полностью в ФК в зуме, вирусить не нужно. Вдову нужно вирусить только, если она под саппортом стоит. Если она одна, то ты убиваешь ее. Просто попробуй. Со вдовой нужно просто один раз попробовать. Вот сделай бота на полигоне. Подойди к нему в упор на сомбре на вдове. И нажми ЛКМ в голову. Ты ее убьешь моментально. Инстантно просто. Вот моментально. У сомбры очень много урона в упор в постоянные цели. Здесь хаки бесполезные. И по трясе, и по зари. Они, очевидно, их задоджат. Поэтому просто дамаг и выйти. Ну, выход налево был бы куда логичнее. Потому что сверху ты не уйдешь никуда. Слева можно было к своей команде отойти. Я бы налево убегал. Ну, получилось, кстати, чудом выйти. Взять аптечку, взять мигури, створить хп себе. И после этого продолжить атаку в спину. Видим, что оппонент убрал вдову. Вдовы больше нет. Ну, теперь уже, да. Теперь будет намного труднее. У нас нет хорошей цели. Поэтому саппорты, дпс и сквишовые все-таки прилетят нечем. Взоре немножко. Ну, и зали по ситуации можно убить под обезьяну. Вот здесь, знаешь, минус в том, что работаем по таймингу хорошо. Но не в ту сторону, чутка. Как будто бы обезьяна прыгнула не сюда, а чуть правее. Было бы классно все-таки помочь Винстону. Блинканутся куда-нибудь налево туда, зайти за него. Да, то есть вот кого Винстон бьет, того очень хочется бить. Очень хочется. Ну, морочка 1 хп. Давай, давай, давай. Нормально. Не заметили изначально. Может быть, кого не было. Ну, здесь трудный дуэль. Под выйти, под нормально. А нормально. Видишь, насколько много времени хватает на транслокаторах. Просто обрати внимание. Реально не нужно спешить с ним, да. То есть полсекунды точно есть на принятие решения. Бывает, будут убивать, но не всегда. Слушай, ну в этом бою вот немного не хватило. Честно, было очень близко. Очень близко. Разыгранно в целом более-менее было. Не сказать, что мы прям в соло залили. Но были моменты, где можно было сыграть лучше. Начало самого раунда точно. Да, то есть. Но вообще очень плотненько. У оппонентов очень грамотная и хорошая композиция против нас. Хорошо работает. У нас тут на Сомбре реально нету хороших целей. Ничего отменять. Почти, что мораль тиммейт в лучшем случае. А он такой себе. Эту миньку лучше не хакать. Лучше сразу хакнуть вот эту лот, которая сейчас перед тобой. И пойти по своим делам. Ну, без ожидания. Ну, то есть вот странно, да. Ты хакнул миньку, которая там была, а эту не хакаешь. Хотя эта более активная для мидла. И иногда ее брать будут тиммейт, если вас команда оппонента зажмет. Здесь я бы не оставался прямо так на фронте. Я бы немножко обошел левее. То есть два шага влево бы сделал. Нападал бы в бочину к оппоненту. Вот там, где лежит сейчас Ешка от Саджи. Очень хорошая позиция была. Транслокатор сдавать очень не хочется, дружище. Это опасно. После транслокатора, то есть ты либо сидишь и ждешь нового транслокатора в КД. Либо нападаешь без него. Что тоже плохо. Поэтому тут надо было пешком обойти заранее. У тебя было время, когда ты выходил на центр. Слушай, очень долго не атакуешь. Я должен это отметить, потому что ты реально простоял АФК. 10 секунд. Обрати внимание. То есть точка уже анлочится. Ты не дал ни одной обоймы, ни одной пульки, ни в кого не вышел, ни одного вируса. Это на самом деле очень плохо. Такое бывает иногда. Знаешь, такой, как это называется? Неосмысленный застой. То есть ты об этом не думал, но так получилось. То есть ты постоянно бегал, выбирал позицию. Бывает такое. Тоже ловлю себя на мысли. Принимаю просто решение. Давай хоть кого-то подамажить. Хоть кого-то выйти там. Трейднуться. Обе очку кинуть. Хоть что-то. Потому что копиться нужно. Команда играет 4-5 все это время. Даже просто спейсить. Даже вот то, что просто ты разворачиваешь оппонента на себя. Пускай даже не очень выгодно. Это нормально. Ты спейсдаешь. Отходим, выживаем. Все упали. Кайф. Ну только с Зарей не хочется драться. Да, с остальными изи. Нормально. У нас преимущество есть. Здесь уже добиваем любые цели. Нормально. Пойдет, пойдет. Да, есть еще кого-то на чекпоинте. Вот он. Бригитта бедная. Все. И сажу тоже можно смело идти пытаться. Да, да, да. Вот я здесь нападал, кстати. Не знаю. Тут можно. Даже без КД. Потому что у них минус 3 тиммейта. Тут 2 человека. То есть даже просто заставь оппонента оставаться. Драться с тобой без обивок. И даже умирай от него. Ты умрешь с ним одновременно. А большой шанс ты даже не умрешь. Хакни миньку. Прям сейчас. И беги налево. Обойди. Да, да, да. Давай, давай. Назад обходим. Обходим. Чем мы здесь стоим? Мы стоим АФК. Мы ничего не делаем. Просто фоткаешь на камеру снимаешь. Ну надо что-то делать. Прокинь хотя бы вирус через всю мапу. Попытайся кого-то задамажить. Окей. Наш Алис что-то мутит. Нормально. Заря на видео. Это великолепно. Ну ты вот слева. Вот последний вот этот раунд. Вообще АФК стоишь очень много на самом деле. Очень много. Надо где-то сражаться, дружище. Надо копиться. Нам нужно драться. У нас все еще нету ЕМП. Мы выиграли два файта. Заря уже. Ой, Арис уже сдала там свое копье. Уже 15 нового накопила. Мы все еще без ЕМП. Обрати внимание. Хотя ты спокойно можешь разыгрывать левый фланг. Даже если будет здесь тряса. Ты с ней дуэлишься. Наминьки нормально нахакнуты. Наминька твоя. Не понимаю, о чем мы мнемся. Я бы сзади обошел. Точно покидал бы вирусы на оппонентов. Бочину бы понастреливал. Хак не нужен. Тебе нужно накопить ультимейт. Зачем ты пытаешься хакнуть их на кирикульте? Это вообще бессмысленно. Там точно будет Суза. Там два балла. То есть твои хаки в этой игре, они не существуют. Практически их почти не нужно давать вообще. Куда важнее в этом бою было бы иметь ЕМП. Ну, обрати внимание. В этом бою ты мог бы в теории перевесить, если бы ты копился, а не просто бегал. Ты очень много бегаешь. Я не знаю, почему ты начал просто бегать. То есть ты до этого играл в Сомбре полностью правильно. Выходил, атаковал, делал циклы. Здесь ты как будто в роли разведчика просто подсвечиваешь и боишься нападать на противника. Хотя половина карты слева полностью твоя. Она вся твоя, здесь никого нету. А если будет трейса, ну, подуэлимся с ней нормально. Забрать на себя трейсу неплохой вэлью. Здесь тоже ощущение, как будто бы ты не хочешь бесплатно засетапить себе ЕМП, обойти сзади оппонента, подняться на ХГ, а хочешь врываться с транслокатора, чтобы потратить еще обилку. Это бессмысленно. То есть можно бесплатно зайти и сдать его. Здесь транслокатор не необходим. Да, поднимайся, давай-давай, бегай, ножками работай, работай. Я бы здесь ЕМП Шнелл Фронт, честно, Заря очень агрессивно стоит. С ней еще стоит и Бригитта, да, то есть. Я бы не хакал Кирика ни в коем случае. Зачем это делать, если у тебя готово ЕМП? Просто дай вирус ЕМП, убей Бригитту, убей Зарю, убей Кирика. Они все подставляются. Ну, обрати внимание. Ну, сделать два шага вперед, просто встать вот сюда, дать направо любой ЕМП вирус. Ну, автовин. Получить Кунаев в башку и сдохнуть даже. Не спешишь сдавать ультимейт, который нужен твоей команде. У тебя единственная ульта в команде, ничего больше нет. То есть, я тебя просто спрошу в этом моменте, на что ты рассчитывал? Ты думал, что ты бесплатно убьешь Кирика в толпе ее союзников? Это же невозможно. Ну, это просто физически невозможно, невыполнимо. И чем выше у тебя будет рейтинг твой, в гейме ты такого никогда не сделаешь. Никогда. Тебя-то Кирика в два шота угомонит просто моментально. В этом бою ты обязан был искать реализацию ультимейта. И снова происходит ситуация очень странная, друзья. Новый файт. Ничего не изменилось. Ты должен был просто сделать выводы из прошлого файта. Ты напал на них, без ультимейта не сработало. У тебя все еще единственная ульта. Оппоненты все еще стоят в упоре, халдят там наверху. Зачем ты пытаешься их стынуть на точку, если у тебя готово все для ингейджа твоей команды? Просто зайди сзади, дай ЕМП. И всех убейте. Это очень странный поступок. Тебе не нужно никого стягивать. Ты точно не захватишь чекпоинт. От того, что они упадут вниз, ты меньшее количество людей ЕМПшнишь. Это тоже бессмысленно. То есть ты их убьешь. Тебе не нужно, чтобы они падали. Давай. Главное ЕМП халить цепнуть Кирика. У тебя дефолт только один. Чтобы она Сузу не дисциплинула. Это суперплохой хак. Возвращаясь к ты в макро делаешь что-то непонятное. Как будто бы ты вообще не осознаешь, какой у тебя план на победу. Какой план на победу? Убить Саджу на точке в дуэле, когда вся ее команда жива прямо возле нее. А твоя команда тебе не поможет? Это плохо. Ты ее не убьешь никогда в жизни. Ну, то есть, ну, здесь Кирика жмет ТП Сузу, и ты мертв. Тебе некуда делаться. Это даже в случае, если ты попадешь в... Ну, здесь я не знаю, что еще сказать, дружище. Ты сам все видишь. Это очень плохая дуэль. Она худшая просто и по таймингу, и по твоей работе в команде в макро. Ты обязан был ЕМПшить еще в прошлом файте. Ты делаешь себе ульту на 20 секунд. Ты выбираешь очень плохую цель для дуэли, и ты выбираешь цель для дуэли, которая находится в позиции, а ты вне позиции. То есть, твоя команда бы никогда тебе не помогла. А ее команда легко даст ЕЕ-шку Бригитта, ТП Сузу, помощь с ХГ, вплоть до бабла, дэмэджа, ну, то есть, что угодно. При всем при этом тебе нет никакого смысла тачить поинт. Ты его никогда не захватишь. Что ж, новый файл, друзья. Третья попытка что-нибудь сделать, команда пошла вниз. Хотя ЕМП отлично проламывала бы лобовой файт фронт на фронт, поэтому я... Ну, видимо, вынужденная команда это делает. И снова ты хочешь потратить обилку, хотя можешь не сдавать обилку. Ну, окей. Не очень хорошее желание, но пойдет. Странно, мы третий файт не используем ЕМП. По итогу оппонент задает Сузу. И пока что выживает, мы ничего не делаем. Ну, команде приходится вкладывать ультимейты. Оппоненты тоже начали сжать. Еще и Кирик ульта. Ну, сдавать сейчас ЕМП уже будет намного труднее, сам понимаешь. У них активная Кирика. Активный Боб. Ну, кстати, нормально получилось потрейдиться. Команда выиграла, честно. Но вот мы здесь в этом бою сделали совсем минимум, который могли сделать. Вариантов было куда больше. Друзья, это победа на данном раунде. Но раунд сыгран очень-очень странно, под конец особенно. Итак, советы данному игроку. Первое. На самом деле старайся беспростое. Всегда копись, всегда отвлекай кого-то, всегда трейсишь с кем-то. При этом выбирай места, где ты будешь в фаворе, либо на равных. То есть, хак на уменьку, на ней спокойно играешь, стрессой в дуэль, вообще ничего не боишься. Или там, играешь против ТПСа немобильного, вышел в спину, продумал план отступления, уходишь на ту часть карты, где никого нет. Все, ты тоже в безопасности, ты в полном сейве. Есть пространство на фронте. Окей, можно встать около нашего танка, взять немножко угла в 45 градусов и доубить танка оппонента в бочину. Второе. Были места, где ты неправильно выходил из цикла. Она начинала цикл, имеется в виду, да, то есть, с помощью хака пытался Мерсю хакнуть, где ее невозможно было убить за хак физически. Попытка Саджу хакнуть была какая-то очень отчаянная на точке в дуэли. То есть, там, если и дуэлить было Саджу на точке в конце, то начинать с вируса точно, не с хака. Зачем ты вообще пытаешься хакнуть Саджу, задай себе вопрос. Ты хочешь ее ешку отменить на полторы секунды, но она ее чуть позже даст ей все равно. Тебе критически важно в дуэли попадать в вирус, если ты кого-то дуэлишь. Третье, ЕМПха. Третий раунд 100% легко выигрывался с помощью ЕМП. Я реально не понял, почему ты, когда Кирика подставлена, не пытаешься ее сожрать. То есть, если ты можешь ЕМПшнуть и Бригиту, и Кирика, они мертвы. У них только один выход, это Сузу. Если ты ловишь ее с Кирика в ЕМП, она автоматически мертва, и команда ее тоже. Поэтому это всегда зеленый свет. Я не знаю, о чем мы ждали, я не знаю, о чем у Трифайта вообще не сдавали кнопку, и почему настолько сильно рисковали. Вариантов было море. Просто можно было выиграть игру. Что ж, дамы и господа, вот такой разбор получился на Сомбру из Мастер 5. С вами, как всегда, был Анек. Ставьте лайк этому видосу и подписывайтесь на канал. До скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok